Девушки отдыхают Ты о дочери подумала? А ради кого я это все затеяла? Хватит скитаний. Непрекаянности этой вечной. Дом. Вот чего я хочу. И лучше там, где не бывает снега. Никакого снега и слякоти. Мне нужны его деньги. И он их мне даст. Не уверен. Вообще-то о таких вещах заранее сообщают. А если б я не позвонила и не узнала, что у тебя рейс? Ну, читала бы мне аннотации дома, а не на парковке. Ой, как долетела. Соскучилась по тебе. Нормально. Давай по марку. Да, я сама. У тебя что-то случилось? На звонки не отвечаешь, на СНС-ки через раз? Ну, я тут феминистки записалась. В радикальные. И в группировку по спасению в Галапаготских черепахах. Отец будет недоволен. А отец всегда недоволен. Подумаешь? Надолго домой? Навсегда. Что значит «навсегда»? Ты бросила университет? Да. Соня, ты же мечтала об Англии. Я уж не говорю, сколько ты стоила отцу. А теперь не будет стоить ничего. Как ты так мажешь? Я так не могу. Я же уже взрослая, понимаешь? Я хочу заниматься тем, что мне нравится. Феминизм и черепахи? Ну, хотя бы. Соня! Мам, давай не сегодня. Я устала. Спать хочу. Так, погоди, 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 погоди. Это что, Волков, что ли? Красная гордость депутатского корпуса? Главный борец с недобросовестными застройщиками? Да, который кормится с этих застройщиков. Слушай, Никитос, ну, молодец, а! Мастерство не пропьешь? Ты это о чем? Я? О лучшем стринге. О тебе. Материал бомба, бомба. Ну, до бомбы ему еще далеко. Пока это только фото. Напишешь, все будет хорошо. Главное, что добыл. Это надо отпраздновать. Это наша первая победа просто, а? Ладно, ты дальше смотри. Таня, заканчивайте. Всем приготовиться к эфиру. Три, два, один. Поехали. Добрый день. В эфире информационная программа «Детали дня». Все, что к этой минуте важно увидеть и услышать. С вами Виктория Голубева. Света, ну, что? А я помню ваши репортажи. Ой, ты еще скажи, что на них выросло. Это были лучшие материалы. Мы каждый выпуск ждали. И, знаете, мы очень переживали, чтобы с вами что-нибудь не случилось. Так, ой, друг, за крутого профи, фартового военкора, за тебя. Между прочим, о тебе до сих пор ходят легенды. Ты, главное, никому не рассказывай, что я еще живой. Не будем тогда о прошлом, а только о будущем, которое, надеюсь, прекрасно и радужно. За независимость. О, вот от этого вот всего. Вот сколько лет уже эта красивая голова в кадре. А ты имеешь что-то против? Ну, нам же всем понятно, как она попала туда на телек, а? Как? О, и Светочка все понимает. А ты что, не понимаешь, что ли? Никритос. Не, ну, ты чего? Не, ну, чего я такого сказал-то, а? Мог бы и не говорить. Ну, все же знают, кто такая эта Голубева. Маленькая жена большого босса. Подумала, что кофе вам сейчас не помешает. Спасибо. Ну, не стоило беспокоиться. Я же не твой босс. Просто дружеский жест. Ну, для дружеского жеста не хватает второй чашки. Ну, а что, выпили бы с тобой на брудершафт? Поплакались друг другу в жилетку. Не получился бы брудершафт. Слишком разные стартовые условия. Прости. Да ладно. Я стайер. Мастер бега на длинные дистанции. Да, уж не удивлюсь, что ты когда-нибудь займешь место моего мужа. Ну, вы не выдавайте меня хотя бы заранее, ладно? Обещаю. Соня вернулась. Внезапно. Я, конечно, ужасно рада, но... Что, проблема? Она сильно изменилась в Лондоне. Мне кажется, что я ее раздражаю. Знакомая история. Думаешь, обратима? Нет. Восхититель. Что именно? Твоя прямота? Спасибо за кофе. Пожалуйста. О, привет, Юр. О, а вот и лицо канала. Решили навестить муженька? Не поняла. Нет-нет, скажем, ноги канала. Ведь лицо обязанное своей карьере именно им. А они даже в кадре не появляются. Вот ведь жалость. Что ты несешь? Пусти меня. Слушай, а если ты свою эту псевдокородскую аналитику будешь читать в стрип-клубе у шеста? Прирост аудитории гарантирован. Что это с Рончаным? Обхамил меня на ровном месте. Да, не обращай внимания. Твоей жене только что наговорили кучу гадостей. Считай, что ты отомщена. Пять минут назад я его уволил. В смысле? Как это уволил? Ну так. По совокупности заслуг. Да. Сергей Николаевич. Юристы переработали пакетное соглашение по вечернему шоу. Посмотрите? Да, конечно. И еще по поводу завтрашней встречи с инвестором. Я подготовила бумаги. Отлично. Милая, а ты еще что-нибудь хотела? Да. Поговорить. А утром за завтраком ты это сделать не могла. Рита. Свободна. Свободна. Вообще-то я хотела поговорить не как жена, а как сотрудник телекомпании. Это что-то новенькое. Ну, не совсем новенькое. Мы с тобой это обсуждали. Моя авторская программа. Напомни, что я тебе ответил. Сереж, мне надоело быть говорящей головой. Родное мое, у меня масса проблем. И давай без этих твоих женских реактивных фантазий. Кстати, Соня дома. В смысле? Вот так. Внезапно вернулась из Лондона. Что вы? Просто так? У нее уже сессия. Они что, с ума подходили там? Ну, вот дома сам у нее и спросишь. Ну, как маму. Пять ее. Ну, и что тут у вас происходит? Пытаюсь убить твою чертову собаку. Ну, что ты дрожишь? Что ты дрожишь? Это Сонечка. Очень хорошая девочка. Мы ее очень любим. И ты ее тоже полюбишь, правда? Мам, давай без афилии. Кнопка есть? Какая кнопка? Оф. А то завод у этого Алабая все никак не кончится. Лучше б ты черепаху завела. Угу. Галапагузская, да? Ты придумала, что скажешь отцу? Привет, папуль. Соскучилась по тебе. Дай денег на Бентли. Соня, я серьезно. Давай придумаем что-нибудь удобоваримое. Ну, нет. Давай скажем, как есть. А как есть? Влюбилась в усмерть. Да беспамятство. Да ради такой любви себя забудешь на станции метро Жулевина. Правда ведь, мам? Виси. Опа. Маруська, ты что здесь делаешь? Тут кроты, как в дюймовочке. Саша, у них шляпы есть? Ну, Саш. Кроты слепые, в отличие от соседей. И о том, что мы здесь, знать им совсем не обязательно. Так про нас и так никто не узнает. Никогда. Пойдем в дом. Целый день в этом доме дурацком. А ребенку свежий воздух нужен. Ладно, подышим немного. По системе дзинфеи. Города? Ну, ладно, начинай. На указателе Дубровник. На указателе Кёльня. На указателе Новосибирск. На указателе Карлова Вары. Так-так, на указателе Рейк-Явик. И мы попадем в самую теплую страну. Там, где не бывает снега. Точно. Хорошо, что вещи не распаковала. Не придется снова укладывать. А ты меня вместе с ними запакуй и отправь к курьерской службе. Ну, или Почтой России, чтобы сэкономить. Значит, все наши усилия с матерью псу под хвост. Ты же сама хотела в этот проклятый Лондон. Насколько я помню, с первого класса о нем мечтала. В Лондон я больше не поеду. У меня тут дела. Что, прости? Работа! И какая же у тебя тут работа? Как у тебя. Только лучше. Ну вот что. Пока ты живешь за мои деньги, будешь делать то, что я тебе говорю. Это понятно? Завтра же летишь обратно. Завтра же летишь обратно. Сейчас. Соня! Даже не смей. Сережа, ну вот что ты такое говоришь? Ничего. Побегай, ты вернется. А мозги иногда проветрить полезно. Никуда не денется. Да уж, вернется. Я всегда делала только так, как ты скажешь. Ты недовольна, что стала знаменитостью? Иногда жалею. У тебя есть загородный дом. Благополучный муж. Прекрасная карьера. Да. Только ты меня не слышишь. Ладно, бог со мной. Но на Соню давить не смей. Это я давлю? Это твое воспитание! Девочка совсем от рукам билась. Попутала все берега. Боже, где ты? Ты на часы смотрела? У меня были дела. В десять вечера. Дела. Такая работа. Ненормированный рабочий день. Сказал бы я, у кого бывает ненормированный рабочий день. Нужно потише. У Нинки завтра контрольная, а Маша вообще спит. Ты, дочка, иди отдыхай. Я сама разберусь. Мам. Иди. А мне вот интересно. А от чего это ей отдыхать? Она что, цемент грузила? И что это за работа такая полуночная? И вам что? Пустое место? У тебя две младших сестры. Какой им ты пример показываешь? Как по ночам где-то шлятся, так и прошляешься до седых волос. Замуж тебя никто не возьмет. Замуж? Вот оно замужество. Перед глазами. Знаешь, папочка, не хочется мне такого счастья. Тише. Мама. Мам. Мам, я квартиру сняла. Мам, я квартиру сняла. Что ты? Завтра перееду. Ну, невозможно уже. Ну, каждый вечер карида. Да. Правильно все. Правильно. Я вас не бросаю. Квартира неподалеку. Буду приезжать часто. Правда. Все правильно. Про деньги не беспокойся, ладно? Да, это что ты. Ну, все правильно. Мама, блин. Что? Хотели? Никита? Ну, допустим. А я Наташа Воронина. Наташа Воронина. Вы меня с кем-то путаете? Извините. Не, мы с вами списывались пару раз. И один раз даже по скайпу говорили. Не помните? Подождите. Вы мне присылали свои репортажи. Да. Что там конное поло в... В Бергшире. В Бергшире. И за что можно получить в морду в... В Бромли. В Бромли. Точно. Да. Вы запомнили. Ну так, ничего. Хорошие материалы были. Ты по поводу работы? Ну да, как договаривались. Слушай, давай завтра приходи часам к десяти. Ну, расскажешь, чего ты ждешь от работы с нами. А я тебе расскажу, что мы можем предложить. Хорошо? Все, пока. Пока. Дорогие мама и папа, у меня все хорошо. Наш отряд победил в конкурсе строя и песни. К нам приходит собака. Я назвал ее Рыжик. Она любит котлеты. Заберите меня отсюда. И Рыжика тоже. Я же просила не звонить. Так неправильно. Так глупость. Вы должны вернуться. Мы никому ничего не должны. Я обещал. Я хочу забыть о вас с Марусей. А ты, ты вникаешь в неприятности. Ввязываюсь. Что? По-русски правильно. Ввязываюсь в неприятности. Ты всегда так делаешь. Это опасно. Скажи, где вы, я приеду, заберу вас. Ага. И Рыжика тоже. А? Слушай, ну мы молодцы. Я молодец. Ты молодец вообще. Работа проделана просто... Слушай, езжай уже домой, а. Опа. А это кто? Вообще-то это Наташа. Старик, ну мы же договаривались. Это не то, что ты подумал. Она стажер. А на диване она стажируется, да? Хорошенькая. Но, боюсь, несовершеннолетняя. Паспорт хоть смотрел? Слушай, я ее два часа назад увидел первый раз в жизни. И сразу в стажера записал. Оперативно. Она материалы присылала. Есть потенциал. Да, потенциал есть. Я у тебя переночую. Но я бы на твоем месте остался бы здесь. Оперативно. Ну же. Да. Соня, слава богу. Где ты? У бабушки. Ну я же писала тебе. Нет, милая, это я у бабушки. Тебя здесь нет. Мам, со мной все в порядке. Я на работе. Почти. На какой работе? Репортажи, хроники, расследования. Все, что ты хотела знать о журналистике, но боялась спросить. Ничего себе. Интересно. И где ты работаешь? На кого? Никита Ершов. Знаешь такого? Все, мам, мне пора. Пока. Соня? Соня, подожди. Подожди, скажи мне адрес, я сейчас приеду за тобой. Мам, не надо больше звонить мне. Я сама позвоню. Соня! Ну, для начала. Мы не обеспечим общежитие. Тебе есть где жить? Да, конечно. Это просто форс-мажор. Наверное, мне надо извиниться. Извинения приняты. Так почему ты хочешь работать с нами? Ну, потому что вы легенда. Потому что я видела все ваши репортажи из горячих точек. Если ты хочешь быть в команде, ты об этом забудешь. А вы сами-то забыли? Тебе это интересно? Или задание на испытательный срок? Задание. Ну, вот об этом и поговорим. Слушай, Федор, тут куксин нарисовался, но ты его знаешь. Ну? Так вот, хочет уложиться в один наш проект. Как ты думаешь, стоит иметь дело? Прекрасный день. Еда отменная. Винок, кстати, тоже. Прелестнейшая женщина, напротив. А ты мне о каких-то там инвесторах своих. Я твой самый главный инвестор. Викуля, за тебя. Спасибо. Как там с Сонечкой? Как всегда, полна сюрпризов. Вчера вернулась из Лондона. Да ты что? Тогда, значит, срочно пора организовывать встречу жениха и невесты? А, значит, помнишь, что моя Сонька была влюблена в твоего Виктора? Ну, еще бы такое не помнить. Когда ей было пять, а ему двенадцать, это ж вопрос казался решенным. Да, а теперь ей восемнадцать, и у нее совершенно другие приоритеты. Извините, у меня важный звонок. Что это с ней сегодня? Да, Сонька вчера поругалась, переживает. Алло, Рит, ты нашла адрес? Адрес мессенджера. Отлично. Что-нибудь еще? Нет, спасибо, больше ничего не нужно. Ты мне очень помогла. До встречи. Как снег на голову, вот в чем беда. Я даже не знаю, как выкрутиться из этой ситуации без потерь. Но мне кажется, ты преувеличиваешь степень проблемы. Прошу меня простить. Нужно срочно уехать, у Сони проблема. Что еще, Неслава Бомб? Она сейчас в квартире у мамы, там трубу прорвала. В общем, еду разбираться. Сама она, значит, вызвать сантехника не может. Грош цена ее независимости. Викуль, не слушай его. Езжай, спасай ребенка. Спасибо, Федя. Вы там уснули? Что? Расчиста будете. У меня здесь не парк культуры и отдыха. Держись. А мельче нет? Нет. Мельче нет. Где Соня? Что тебе нужно от нее? Сколько раз я представлял себе нашу с тобой встречу, но я подумать не мог, что ты будешь спрашивать меня о какой-то Соне. Соня не какая-то. Соня моя дочь. И она сказала, что работает у тебя. Это бред. Я никогда ее не встречал. Неужели? Это Наташа. Наташа Воронина. Да, она наш стажер сегодняшнего дня. А вот это вот бред. Где она? Извини. О, вот. Слушаю. Черт. Да, я понял. Я сейчас приеду. Что случилось? Я сейчас ключи от машины возьму. Где она? Она цела? Да, у нее задание от редакции. Проникнуть на закрытую территорию. Ну, в общем, ее там приняли. Что значит приняли? Ну, сейчас мы узнаем. Поехали. Откройте немедленно. Подожди, подожди, подожди. Отойди. Чего? Мужики, у вас здесь на территории девушка. Она несовершеннолетняя. Неприятности хотите? А вот неприятности как раз у этой девочки будут. Проникновение на закрытый объект, понимаешь? Пустите меня, пожалуйста. Там моя дочь. Соня! Давай, сейчас, 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 подожди. Подожди, сейчас все решим, спокойно. Мужики, давайте договариваться. Ну, правда, неприятности точно никому не нужны. А я вам их обещаю. Так, вы идете за мной, а вы дожидаетесь здесь. СИГНАЛИЗАЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ Что с тобой? Осколочное ранение. Что, не видно? С рукой что? А не, мам, ничего, ну не надо вот этого. Перелазила через забор и свалилась вниз. Что? Ну, вот хорошо, не на арматуру. Вообще, это полиция не мешала вызвать. Да. Принутновение на объект. Да подожди ты с полиции. Ой! Тише, тише. Нога, нога. Давай, пойдем. Я тебя отнесу в машину. Аккуратненько. Рюкзак с курткой, мам. Аккуратненько. Слушай, ты узнал ее? Ну, ты ж ведущий из телека. Голубев, что ли? Ну, вот этого нам не хватало только. Так. Что еще случилось? Ничего страшного. Просто поскользнулась на мокрой плитке. Угу. Ну, и как долго ты собираешься решать проблему этой исключительно самостоятельной девицы? У тебя эфир через два часа. Да, кстати, насчет эфира. Завтра собираюсь подыскивать себе замену. Можете считать чем угодно. Блажью, глупостью. Да, именно так это и называется. Ты хотя бы понимаешь? Тебе не пора еще? Успею. Значит так, по легенде мы устраняли протечку у бабушкиной квартиры. А врать, между прочим, нехорошо. Обсуди это с Наташей Ворониной. А откуда ты знаешь Никиту? Да так, давнее знакомство. Мимолетное. Так устроен наш профессиональный мир, все когда-то друг с другом пересекаются. Ну, я надеюсь, без последствий? Что? Да ничего, иди уже, опоздаешь. Что значит, планы изменились? Хорошо, я приеду. Что значит, планы изменились? Хорошо, я приеду. С вами Виктория Голубева. Черт. Вика, уехал по срочным делам. Буду поздно. А дальше? И тогда Мата Хари вынула из лифчика берету. Лучше глок с глушителем. Ну хорошо, вынула глок с глушителем и приставила его к голове Билла Гейтса. Верните мне мои акции, дорогушо, и никто не пострадает. Обещаю. И котика пусть вернет. Котика? Ну, котик лысый, с разными глазами. Забыла, что ли? Забыла. Так, мне нужно уехать. А сказка? Скоро вернусь. Спи. Спи. Сного отправления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, полиция. Я хотела бы заявить о пропаже человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что значит три дня? Вы знаете, кто мой муж? Знаю ли я сама? Интересно. Вам каждый день такие, как я звонят? Жены-стервы, от которых мужья сбегают за полярный круг? Так что там у вас за полярным кругом? Открывайте новый филиал для Ханты и Манси. Мам. Что случилось? Куксин в переговорной и уже начинает закипать. У шефа вообще телефон вне зоны доступа. Что делать? Я не знаю. Он вчера оставил записку, что будет поздно. До сих пор не выходил на связь. Что будем делать? Ну, что, что, разговаривать с Куксиным? Как его Артемий Витальевич. Может, отменим встречу? Нет. Подстрахуешь меня? Угу. Артемий Витальевич, прошу прощения за опоздание. Виктория Голубева, очень приятно. Конечно же, я вас узнал. Давно мечтал познакомиться. А, Сергей Николаевич? Сергей Николаевич немного задерживается, но я думаю, что мы можем начать без него. Так скажете. Прошу вас. Рита, у вас все готово? Да, конечно. Пожалуйста. Ну что, приступим? А у вас, оказывается, есть хватка. Я сама удивилась, если честно. Первый раунд за вами. Причем даже не по очкам. Полный нокаут. Во всяком случае, вы сильно облегчили задачи Сергею Николаевичу. Думаешь, он оценил бы? Вряд ли. Но лучше бы он поскорее объявился. Я вообще не понимаю, что происходит. До свидания. Да, Вера, здравствуйте. Викочка, дорогая, добрый день. Я хотела вам один вопросик задать. Что случилось? Ой, щасчика, даже не знаю. У вас на даче сейчас никто не живет? Да вроде бы нет. Ну да, вы так давно не приезжали. Я понимаю, при вашей занятости. Но свет... В смысле свет? У вас окна зашторены, но свет все равно пробивается. По вечерам. Уже несколько дней. Понятно, Вера. Хорошо, я проверю. Спасибо. До свидания. Интересно, а она блондинка или брюнетка? Спасибо за поддержку, доченька. Ничего не понимаю. Не, ну я, конечно, могла бы. Но я уж как-то налазилась. Да уж. Альпинист из тебя так себе. Ну что, вызываем полицию? Не надо никакой полиции. Откуда ты, прелестное дитя? Никогда не разговаривай с незнакомцами. Ну, это с незнакомцами. А с незнакомками-то можно? Ты кто? Матахари. Не надо никакой полиции. Ну, раз Матахари, какая уж тут полиция. Тут только люди икс. Кто-нибудь из взрослых есть? Ну, как вам сказать? Говори, как есть. Ну, хорошо. Хотите чаю, кофе? Очень. Что это было? Не знаю, надеюсь. Узнаем сейчас. Вообще-то, я Маруся. А я Соня. Это моя мама. А где твои родители? Как ты вообще здесь оказалась? Саша вернется, и мы уйдем. Мы ничего не брали. Я только брошку взяла. Такую, в виде кораблика. Ничего? Да ничего. Можешь отсюда вообще все, что угодно брать. Нож, который в чехле, можно? На нем еще надпись есть. Мора. Не помню, что за нож. Но хорошо. Тогда мен на мен. Рассказывай, что ты тут делаешь? Нас Саши сюда один ноут на тачке привез. Три дня назад. А кто такой Саша? Я так маму зову. Ей нравится. И где сейчас твоя мама? Почему ты одна? Он вчера вечером снова приехал. На той же машине. И увез Сашу. Она обещала вернуться поскорее. Я ей звоню, а телефон отключен. А где твой папа? Папа? Папа у меня крутой. Он шпион. В смысле разведчик. Поэтому мы постоянно переезжаем. А до этого он полярником в Антарктиде работал. А до этого в цирке. Ну, понятно. Клоуном. Сама ты клоун. Фокусником. Да, папаша, конечно, не промах. Из Антарктиды шифровки посылал. И при этом еще пингвинам фокусы показывал. Аферистическая какая-то семейка получается. Не находишь? Я вызываю полицию. Ну, погоди. Надо еще во всем разобраться. Чего тут выяснять? Твой отец и эта женщина пропали. А у нас на даче объявился ребенок. А можно я еще и его возьму? Ну, вот это уже надо обсудить. Пойдем-ка. Пойдем-пойдем. Это мой названный брат. Мазай Голубев. А я, соответственно, Софья Голубева. А ты? Маруся Милетич. Точно? Угу. Слушай, этот олд на тачке. Я так понимаю, мой папа. И он вчера пропал. Вот мы с мамой и приехали его искать. Может, ты знаешь, какие у него дела были с Сашей? У-у. Отнесись к вопросу. Серьезно. Ты же хочешь найти свою Сашу? Хочу, чтобы она сама нашлась. Сейчас. Мам! Что случилось? Есть одна мысль. Короче, помнишь, вот эту лесную заброшенную дорогу, по которой папа обычно срезал? И что? Ну, может, они там застряли. Там как раз сеть не ловит. И люди не ходят. Там легко пропасть. Ладно. Поехали проверим. Поехали. Куда она убежала? Это сейчас найдем. Связи нет. Что и требовалось доказать. это машина папы. Это машина папы. Саша. 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 Дай девочку. Полиция? Субтитры создавал DimaTorzok